Хотя функция sec хороша как примитив, однако ее использование не очень удобно. Поэтому в Haskell определен специальный оператор аппликации с вызовом по значению, который позволяет более удобно использовать форсированные вычисления. Давайте посмотрим, как это сделано. Оператор, о котором идет речь, очень похож на стандартный оператор доллара, и называется он практически так же, только составлен из двух символов, из доллара и восклицательного знака. Оператор доллара и восклицательный знак имеют такой же тип, как и оператор доллар. Первый аргумент — это некоторая произвольная функция. Второй аргумент оператора доллар — это некоторый тип, который совпадает с типом аргумента функции. И, наконец, возвращаемое значение такое же, как у возвращаемого значения функции. Оператор применения с вызовом по значению реализован следующим образом. Здесь вызывается функция sec. Sec — функция двух аргументов, поэтому может вызываться интексно в операторном стиле. Эта запись не важна, но подчеркивает структуру выражения. При этом первый аргумент sec, тот аргумент, вычисление которого происходит до слабой заголовочной нормальной формы, — это как раз x. После этого x, вычисленный здесь, используется в аппликации применения функции f к своему аргументу. Возвращаемым значением оператора sec служит второй его аргумент, то есть возвращается значение вот этого выражения. Фактически происходит следующее. Функция f применяется к своему аргументу, но при этом аргумент вычисляется до того, как происходит применение этой функции. Таким образом, это действительно оператор применения. Работает он так же, как оператор применения, но x в процессе применения приводится предварительно к слабой заголовочной нормальной форме. Оператор применения, строгий оператор применения, или аппликация с вызовом по значению, строгий оператор применения имеет тот же самый приоритет, что и оператор доллара, а именно нулевой, и ту же самую правую ассоциативность. Посмотрим, как работает этот оператор. Давайте вызовем его следующим образом. У нас была конструкция const 42 undefined. Эта конструкция возвращала первый аргумент, игнорируя свой второй аргумент. Функция const ведет себя именно так, и поэтому, хотя у нас в вычислениях была расходимость, тем не менее эта расходимость элиминировалась из-за ленивой природы языка. Если же мы напишем то же самое выражение, но поставим здесь оператор применения, то мы получим по-прежнему 42, а вот если мы поставим оператор применения с вызовом по значению, то мы получим расходимость. Таким образом, форсирование вычислений с помощью этого оператора приводит к уменьшению определенности. У нас получается, выражения становятся хуже определенными. Ну естественно, что оператор форсирования нужен не для того, чтобы просто хуже определять функции. Оператор форсирования нужен для того, чтобы в наших длинных вычислениях, в длинной цепочке вычислений, у нас не накапливались бы отложенные вычисления. Давайте посмотрим на пример, где такие отложенные вычисления могут накопиться. Это пример вычисления факториала, знакомые нам уже ранее. Реализация факториала, с которой мы уже работали, она вычисляет факториал через вспомогательную функцию helper. Вспомогательная функция helper вызывается рекурсивно при вычислении факториала. И поскольку у нас при вычислении факториала функция helper вызывается в правой части сразу же, непосредственно, то у нас до тех пор, пока мы не дойдем до нулевого значения, возникает некоторая цепочка. Helper вызывает helper, вызывает helper, значения подставляются, и в первом аргументе у нас накапливается цепочка произведений. Ясно, что факториал от очень больших чисел считается редко, и сам по себе будет иметь большое значение. Но, тем не менее, вот вся цепочка вычислений n, n-1, n-2 и так далее до единицы, она будет здесь накоплена, прежде чем начнется вычисление, собственно, вот этого вот произведения. На самом деле, конечно, в этой простой ситуации анализатор строгости Хаскеля справится с этой проблемой. И здесь вычисления будут выполнены стройными. Однако, если мы не уверены в том, что оптимизатор справится, или просто для того, чтобы избавиться от этой цепочки вычислений, мы можем сказать, что применение helper к своему первому аргументу должно быть строгим. Таким образом, исправление, которое здесь нужно внести, выглядит следующим образом. Мы просто пишем здесь строгий оператор применения. Ну, поскольку он имеет низкий приоритет, поэтому вот это вот выражение нужно заключить в круглые скобки. Вот перед нами версия факториала, в которой мы уже не имеем цепочки вычислений. И при большом значении n у нас на каждом шаге вот это вот произведение будет вычисляться, прежде чем передаваться в следующий рекурсивный вызов а-хелперам. Таким образом, оператор применения с низким приоритетом позволяет повысить нам эффективность нашей программы.